Мы продолжаем эфир и говорим о здоровье пожилых, молодых. Вот, кстати, по поводу возраста, существует мнение, что инсультам, как правило, подвержены люди пожилого возраста. И поэтому в качестве героини мы выбрали Марию Петровну, которая трудится на даче, и которая за 60. Как врач, который занимается этой проблемой, что вы скажете по поводу возраста? И насколько возраст влияет на встречу с этим тяжелым, тяжелейшим недугом, ведущим к иномодализации? Действительно, очень правильный вопрос. Почему? Потому что тот стереотип, который существует у нас, что инсульт — это болезнь пожилых, этот стереотип, его надо разбивать. Потому как это действительно социально очень непростая проблема. То есть болезнь, инсульт. Ибо на сегодняшний день, практически можно сказать с уверенностью, что больных, которые молодого возраста, их просто невероятное количество. Потому как именно трудоспособное население как раз и в наименьшей степени ходит по поликлиникам. То есть получается, есть вот этот молодой человек, который ходит, работает, работает на нескольких работах. У него высокое давление, он не обращает внимания, что у него болит голова. И в один прекрасный день, в момент физической нагрузки, у него под высоким давлением лопается сосуд. И происходит катастрофа. И он получает этот удар, и, соответственно, у него радикально меняется жизнь. Поэтому здесь вопрос какой? Этих людей, их можно спасти. Это первое. Если с ними случилась эта проблема. И вторая задача — это как можно быстрее вернуть его в строй. Поэтому, конечно же, абсолютно невозможно говорить, что это болезнь пожилых. Эта болезнь на сегодняшний день затрагивает все возрасты. И поэтому, может быть, именно поэтому как раз и эта сосудистая программа, она и стала столь значима в нашей стране. Потому что она слишком много уносит людей и делает огромное количество трудоспособного населения инвалидами. Вот давайте о реабилитации людей, перенесших инсульт, сейчас и поговорим. Какие существуют программы сейчас, какие методики, какие действительно современные. Потому что я человек далекий от медицины, но вот у меня такой стереотип, что человек, перенесший инсульт, это все. Это растения лежащие, и которые лежат тяжелые обузы на семье. Потому что за ним нужно ухаживать. Некоторые не двигаются, не могут говорить. Это просто тяжелый-тяжелый груз. Такая проблема, она действительно проблема. Проблема почему? Потому что, как я сказал, мы научились людей спасать, спасаем их от погибели. Но при этом люди попадают домой, потому что следующего этапа нет. Нет этапа, когда человек попадает в учреждения, где с ними производится эта реабилитация. И люди не понимают, что дальше делать. А на сегодняшний день те сосудистые отделения, которые у нас открыты, вот 7 отделений, в них… Извините, мы вернемся к этому вопросу. У нас звонок в студию. Хорошо. Об отделениях мы поговорим чуть позже. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваш вопрос. Алло. Мы вас слушаем. Вот понимаете, у меня такой случай, можно сказать, уникальный. У меня ребро в сердце. Вот как это определить, я одно никак не могу. Просто сейчас ограничим передвижение. Вот. А вы можете еще раз уточнить, что с вами произошло? У меня травма была. И ребро соскочило в сердце. И я никуда не обращался. И вот случайно его обнаружили. Ну, случайно обнаружили. Врач один такой хороший. Но сейчас он не работает, не могу его найти. Ну, адрес его сданных. А вы сейчас дома находитесь? Вы обращались вообще? Вы находитесь дома. А как вы себя чувствуете? Ну, как? Ну, нормально, слава богу. У вас есть вопросы какие-то? Ну, большие ограничения. Ну, передвижение ограничено. Понятно. Спасибо. Да, спасибо. Что скажете по поводу этого? Здесь ситуация какая. То есть, если есть у человека проблема, да, то на сегодняшний день есть амбулаторно-поликлиническая служба. Да, то есть, если человек не передвигается, да, то есть, ну, либо он обращается в стационар, да, то есть, он попадает, да, и там его обследуют, выясняют, что и как, и чего на основании жалоб. Либо в амбулаторно-поликлиническая сети, он тоже самое получает, да, то есть, к нему приходят доктора на дом, выясняют, что и как, ну, и в дальнейшем получается определенный порядок действий, который прописан в бумагах, понимаете. Вот, если начинается какая-то некая самодеятельность, да, то есть, там, обращаются в Новосибирь с доктором, там, еще какие-то знакомые доктора и так далее. Ну, такой порядок, он тоже возможен, вот, ну, поэтому здесь очень трудно что-либо говорить, да, вообще, в принципе, вот такого рода заочные какие-то вопросы, консультации, ну, это очень сложно. Это надо смотреть на больного, там, смотреть с ней снимки, конечно, то есть, ну, так вот. Поэтому, что можно пожелать? Ну, обращаться надо в медицинские учреждения для того, чтобы получать некое правильное движение в нужном направлении. То есть, я понимаю так, что нужное направление, чтобы человек почувствовал себя значительно лучше. Вот, как бы, вот так. Поэтому, поликлиника, либо стационар. У нас еще один звонок в студии. Хорошо. Здравствуйте, вы в прямом эфире, задавайте ваши вопросы. Здравствуйте. Я включила телевизор не в начале, и, оказывается, говорили о трех признаках инсульта. Не могли бы повторить, очень коротенько их назвать. Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, давайте повторим. Спасибо за вопрос. Я думаю, об этом можно повторять постоянно. Я с удовольствием повторяю этот тест, потому что это действительно тест, который должен знать каждый человек. Если это мы будем знать, то у нас будет возможность гораздо большему количеству людей помочь. Этот тест называется удар. Улыбка. Мы просим больного улыбнуться. Если улыбка перекошена, перекошен рот, это симптом инсульта. Движение. Это мы просим поднять человека руки и удерживать перед собой. Если рука опускается или не поднимается, это симптом инсульта. Артикуляция. Это речь. То есть любое нарушение речи, человек не может говорить, говорит как-то странно. Это может являться симптомом инсульта. Наличие вот этих симптомов, кривая улыбка, отсутствие движения в руке в одной и нарушение речи является в 90% случаев симптомами самого часто встречающегося инсульта. Вот. И еще один момент скажу. Дело в том, что очень важно, чтобы от момента появления первых симптомов прошло менее чем 4,5 часа до попадания в стационар. Почему? Потому что можно применить лечение. Но для этого нужно не попасть в список, состоящий из 30 противопоказаний. Поэтому это очень серьезная процедура манипуляции. Поэтому мы же хотим помочь человеку, а не на тот свет его отправить. Поэтому все очень взвешено. Есть специальная процедура. На сегодняшний день во Владивостоке и в Приморском крае в целом было произведено за прошлый год 68 тромболизисов. То есть вот этого лечения получили 68 человек. Это очень мало. Но вы этим людям спасли жизнь. Да, за этот год, уже за первый квартал, 50 человек получило такое лечение. Понимаете, тенденция на увеличение. И вот эти 50 человек, да, и вот те 68, это 4%. Это 4% от тех людей, которые поступили, которым лечение такое можно было бы применить. На сегодняшний день государством выделяется такая цифра – 10%. То есть мы 10% людям можем применить это лечение и помочь. Понимаете? Но для того, чтобы такое лечение могло быть применено, для этого люди должны знать эти первые симптомы. Да, первые симптомы и попасть в… То есть здоровье людей в их руках, как говорится. Да, потому что у нас есть такие регионы, да, есть такие районы в Приморском крае, в которых ни одного тромболизиса не проводится. И когда анализируешь, почему такое происходит, оказывается, ни один человек не попадает в эти 4,5 часа. Ни один человек не попадает. Потому что не знают этих правил. Потому что и просто не знают симптомов. У нас звонок в сторону. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Вот у нас тоже, допустим, говорили про головную боль у молодого человека. Обращаются к невропатологу, они, как правило, назначают старые препараты, типа пероцитама, ноотропного препарата старого поколения. А я, допустим, знаю, что есть цироксон, но его не назначают, так как он очень дорогой. Энцефабол. Говорят, вы что, это очень при тяжелых травмах головы только. Хотя его могут… Спасибо за актуальный очень вопрос. Что скажете? Вы знаете, я могу сказать так, что вообще как бы тема головной боли, да, там неважно, у детей, у взрослых, эта тема на самом деле очень непростая. Да, потому что для того, чтобы можно было назначить адекватное лечение, конечно, человек должен быть дообследован. Да, и поэтому… Потому как в подавляющем большинстве головные боли, они там имеют абсолютно такую определенную природу. Да, и поэтому могу совершенно, ну, как бы сказать, что, конечно, назначение там наотропных препаратов, это, ну, скажем, препараты не первого ряда в такой ситуации. Да, и поэтому там зацикливаться на том, что вам назначили вот такой препарат, да, не назначили почему-то вот такой, ну, ну как, ну, потому как есть определенные, например, возможности ограничения, да, то есть и наши доктора, они тоже какие-то имеют возможности, да, там, там написать и назначить вам такой препарат, а какие-то не имеют. Всё равно, понимаете как? Конечно же, это нужно очень много сделать и перевернуть сознание наших докторов, чтобы многие доктора, ну, как бы, доктора, в принципе, не думали про кошельки наших граждан. Да, потому что, ну, как бы, хорошо, если человек получает, да, в стационаре там весь комплекс препаратов, но если в амбулаторной практике мы что-то кого-то там рекомендуем, то мы всё равно, знаете, ну, живём, живём, да, и понимаем, и, ну, и в какой-то степени жалеем. Поэтому думаем про кошельки, думаем про то, что, ну, наверное, вот здесь вот надо бы назначить что-то помещение. А если больной согласен заплатить какую-то достойную сумму, да, а врач не назначает, как быть в этом случае? Вот, я думаю, звонок был конкретно по этому вопросу. Понятно. Наша задача проинформировать больного о том, что есть разные препараты, да, поэтому, вот, например, если у человека нарушение ритма, да, то он должен получать специфическое лечение. Если человек получает специфическое лечение, да, то есть, ну, определённые препараты, которые разжижают кровь, да, то он практически на 70% застрахован от инсульта. То есть, он должен получать вот этот препарат, как называется антикоагулянт группа, да, а не антикоагулянт, они не способствуют сворачиванию крови. И вот здесь есть разные варианты. Есть вариант назначить более дешёвый препарат, но с ним очень сложно, да, а есть вариант назначить более дорогие препараты. И поэтому у докторов подход такой, надо всё озвучить, понимаете, что есть вот дешёвый, но он сопровождается. Понятно. У нас звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, у меня у вас такой вопрос, даже два. Первый, значит, вот вы говорите, что организм подсказывает, что надо увеличить давление. В то же время, значит, рекомендовано лекарство на понижение давления. Вот как тут соразмерить постоянный приём этих лекарств и с тем, что, значит, это вроде как противоречит требованию самого организма. Кровоснабжение, значит, необходимо в голову, как вы сказали. Это первый вопрос. Второй вопрос. Я, значит, в течение последних лет страдаю пароксизмальной аритмией, значит, принимаю бета-блокаторы. Как долго и сколько лет подряд можно принимать? Или, значит, всё-таки надо где-то делать, где-то перерывы? Спасибо. Спасибо за вопрос. Всё, что касается лечения гипертонии, здесь нужно понимать такой момент. Давление у человека нормальным становится при гипертонии, потому что он принимает препараты. И поэтому мы эти препараты принимаем не потому, что мы с организмом боремся, а потому что давление выше, чем 140, приведёт к инсульту или к инфаркту миокарда. Потому что оно повреждает систему сосудистую, и это неизбежно приведёт к какой-то трагедии. Поэтому то, что называется там типа того, что есть давление, я лекарство пью, а давления нет, значит, я лекарство не пью. Вот такой подход, он является невероятно неправильным. Разрушительным для здоровья. Это невероятнейший риск. У нас давление потому и нормальное, потому что мы принимаем препараты. Если мы говорим о том, что у человека есть мерцательная аритмия, то есть нарушение аритма у него есть, и он принимает препараты, то все вопросы по лечению и поведению нужно согласовывать с кардиологом или с аритмологом. Понимаете? Потому что любая самодеятельность в данной ситуации, она может привести к непредсказуемым эффектам. И второй момент, если у человека есть мерцательная аритмия, именно так это звучит диагноз, мерцательная аритмия или фибрилляция предсердий, то этот человек находится в группе наисерьёзнейшего риска по кардиомболическому инсульту. По инсульту, который имеет самые тяжёлые последствия. И поэтому этот человек должен принимать специальную группу препаратов, антикоагулянтов. не принимает, он находится в зоне серьёзного риска. Принимает, он на 70% меньше риск. Поэтому приблизительно вот так бы я ответил. Мы вернёмся к нашему вопросу, который мы с вами поставили задолго до такого количества звонков. Это реабилитации, как выводить больных. По поводу реабилитации скажу. Реабилитация, к сожалению, это вопрос, который должен впереди где-то стрельнуть. То есть должна быть реализована следом за сосудистая программа. Мы научились его спасать, теперь мы должны научить его дальше жить. И поэтому это следующий этап программы. Но самое главное, в сосудистой программе там те отделения, которые создавались, это по сути отделения ранней реабилитации. Там уже наши доктора, огромное количество наших докторов, которых абсолютно не хватает. И которые делают совершенно просто титаническую работу по восстановлению. Эти отделения являются отделением ранней реабилитации. Их задача – это научить людей, что дальше делать. И поэтому я могу сказать единственное только что. Восстановление после перенесённого инсульта – это просто колоссальный труд. Это колоссальный труд как самого больного, так и тех родственников, на чьи плечи падает весь груз работы. И эта практика, она везде и всюду. Потому что реабилитировать человека, восстанавливать – это очень дорого. Если мы восстанавливаем с помощью медработников, это очень дорого. Если мы восстанавливаем с помощью родственников, это колоссальные затраты, физические, моральные, психологические, всяко разные. Поэтому для того, чтобы… Что хотелось бы пожелать? Люди, которые попали в такую непростую жизненную ситуацию, они должны иметь вот это вот мужество, да, то есть и абсолютно положительную, позитивную настройку на выздоровление. Выздоровление, оно возможно, да. Восстановление, оно возможно. А есть какие-то вот современные… Ни одному пациенту я не говорю о том, что невозможно восстановление. Почему? Ну нельзя у человека потушить этот горизонт. Он должен идти туда. А вот медицина очень серьёзно развивается во всех направлениях. Вот в области реабилитации после инсульта насколько продвинулась современная медицина? Могу сказать абсолютно однозначно, что восстановление после инсульта, вот сама реабилитация – это наука. Это наука, это абсолютно специфическая технология. Она у нас в России начала появляться. Корни, конечно же, они идут с Запада, да, то есть Европа, Америка, то есть оттуда всё это идёт. Вот. И это специальная технология, которой нужно обладать. Да, и поэтому эта технология, она вот на сегодняшний день появляется в наших сосудистых отделениях. И правильное применение этой технологии может позволить, да, не получать осложнения и, ну, способствовать восстановлению тех функций, которые выпадают. Да, потому что научить человека разговаривать – это специальная наука. Да, логопеды, которые занимаются восстановлением речи, это специальные логопеды. Это логопеды-афазиологи, которые понимают, что такое афазия, нарушение речи. Да, и на какие нужно моменты воздействовать, чтобы речь эта восстанавливалась. Если это восстановление движения, то это тоже специальное упражнение, это специальная методология. Да, это… Не хочу грузить, знаете, специфическими всякими терминами кучу всяких разных технологий. К сожалению, наше время подошло к концу. Очень жаль. Очень жаль, да. Я думаю, надо ещё встречаться и говорить. Да, можно два слова ещё сказать? Два слова по желанию нашим зрителям. Да, я хотел бы, знаете, я хотел бы поздравить наших медицинских работников с наступающим днём медицинского работника. Дело в том, что это люди, которые каждый день работают с очень тяжёлыми пациентами. Вот наши, да, то есть наши, это имею в виду те кадры, которые работают с инсультами. Это люди, которые работают, да, и выполняют чёрную работу, без которой невозможно увидеть белого света. Спасибо. Я напомню, сегодня мы говорили о здоровье. Ещё раз хочется пожелать нашим зрителям, чтобы они помнили слово «удар» и внимательно относились к себе, потому что наше здоровье в наших руках. Спасибо за внимание. До свидания. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова